Городская планерка началась не с добра. Дежурной была председатель комитета ЖКХ Марина Попова. Хозяйственница посетовала, что мусор на улицах – вина горожан и в целом их отношение к краевой столице. Со слов Поповой, во всем виноваты собачники, которые не убирают за своими подопечными, и родители маленьких детей, выкидывающие гигиенические средства прямо в центре города, чуть ли не под ноги. И перманентно виноват Алирон. За выходные, как всегда, в Черновском районе образовались стихийные свалки, мусор не убирается. Продолжается его вывоз из кладбищ. Силами подрядной организации мы также отработали второй этап по коррецидной обработке кладбищ, и в аэропорту вывезли мусор из 160 кубов. Городской завхоз особо отметила, что предприниматели, юридические лица, не следят за вывозом своего мусора. На что Щеглова парировала, мол, отсутствие результата – прямая вина комитета ЖКХ. Сколько раз напомнили, сколько раз обязали, сколько раз оштрафовали. Вы же этого ничего не делаете, поэтому у вас, собственно говоря, ничего и не происходит. То, что у вас ДМРСУ не работало ни в субботу, ни в воскресенье практически, это нужно было просто выходить и каждый раз контролировать. А, извините меня, прождать ДМРСУ практически целый час на театральной площади, пока они дойдут для того, чтобы убрать, когда уже три часа были урны полные. Тогда, когда проходят у нас большие такие мероприятия – кинофестиваль, День города, День защиты детей, 9 мая, да сколько угодно мероприятия, когда большое количество людей задействовано. Вы должны дежурить там. Дежурить они тогда, когда люди звонят и говорят о том, что здесь у нас переполнена урна, все уже болтается. Конечно, будет все уже находиться даже внутри всех и газонов, и всего остального. Что значит вы привыкли к стаканчикам и бутылкам на газонах? Это вообще-то, даже произносить это нельзя. Ни к чему привыкать нельзя. Нужно просто убирать и формировать в людей культуру. Поставьте, значит, человека, который должен, в том числе из контрольной инспекции. Попова отчиталась и о том, что на выходных проводились рейды по проверке соблюдения графика пассажироперевозчиков. И этим отчетом вновь вызвало волну негодования руководителя администрации. Кроме того, что провели рейды, зафиксировали, что дальше-то получилось? По большому счету ничего. Они как не соблюдали графики, так и не соблюдают графики. И прокуратура в данном случае тоже нам особенными помощниками не является. То есть здесь вопрос-то в том, что да, есть обязательства у перевозчика соблюдать соответствующие графики. Он должен это делать. Не делает, значит, вы должны включаться механизмы уже, ну, не карательного, хотя бы как минимум пока предупредительного, а потом уже последующий, то есть у нас же целая последовательность действий должна быть осуществлена. А мы с вами только и делаем, что провели, письма обедомительные направили, ничего не изменилось. Пожарная обстановка в Чите тоже продолжает оставаться напряженной. Всего у нас с начала периода произошло 481 возгорание на площади 531 гектар, что меньшее с аналогичным периодом прошлого года на 979 гектар по площади и на два пожара. Это удалось, я так думаю, что осуществить благодаря тому совместно всем действиям. Это МЧС, УВД, администрация. Администрация у нас работает 6 патрульных групп. От УВД выставлено 5 постов по запрету посещения лесов. От главного управления МЧС 7 постов по наблюдению и реагированию. Если с насущными проблемами полный швах, то вот благоустройство города, со слов чиновников, идет полным ходом. Сквер Антипиха в городе Чте. Приступили у нас подрядчики к демонтажным работам. Они их выполнили, уже сняли плодородный слой. Сейчас идет разбивка территории по вертикалке. Там 40 точек отстреливают точки. Геодезисты вышли на работу. Будет организовано онлайн видеонаблюдение. Ссылки мы обязательно все перекинем. У нас действует инициативная группа. В WhatsApp есть 16 человек, с которыми мы обсуждаем все нюансы. То есть, благодарим жителей за инициативу и за активность. Присылают нам и видео, и фотоматериалы, вопросы задают. То есть, здесь непосредственно участие у нас уже с жителями. По модульному спортивному сооружению ведутся у нас работы по устройству фундамента. Фундамент достаточно сложный. У нас будет гимнастический спортивный зал. Будет организована прыжковая яма. Здесь произведено армирование. Уже подготовлена прыжковая яма. Фундамент сделан ее сейчас. Подготавливается основание. И, соответственно, оставшаяся часть площадки. Тоже организована онлайн видеонаблюдением. Мы июнь полностью захватываем на основании. Потому что спортивный зал достаточно большой. И в июле приступают уже к монтажу металлоконструкции постепенно. И, соответственно, сэндвич панели. То есть мы в график будет согласована у нас где-то вторник-среду. Мы его корректировали. И, соответственно, будем следить за исполнением обязательным. К первому сентября мы должны построить. Новая рабочая неделя в городе. И почти понятно, что собаки, помойки, разрытые дороги никуда не денутся. Прибавим сюда жару, пожары, отключение горячей воды и стройки. В общем, лето началось.